Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина. Сегодня я вам хочу показать свой будущий кабинет в том виде, в котором мы его с вами запомним. Я, в общем, затеяла ремонт. И это такое оказалось дело. Посмотрите, это у меня уже убрано было. Здесь изначально была очень-очень кривая стена. Я ее начала шлифовать. Вот, видите, вот она примерно вот в таком виде вся была. Вот, я ее начала шлифовать. Я все подробно рассказываю вам в своем телеграм-канале. В общем, я с этой стеной провозилась два дня. Вот только вот тот кусок, который удалось отскребать. Отскребать. Сначала я взяла простую наждачку. Где же она у меня? А, вот она. Простую наждачку. Вот с такой ручкой. И начала ее тереть. Но это не помогло. Потом я пустила в ход шпатель. И со шпателем я тоже начала учиться. Потому что буквально по миллиметру отдиралась старая краска и дошла до бетона. То есть я хотела это, в принципе, просто снять вот этот вот кривой слой. Ну, в итоге дошла до бетона. После чего мне дали тяжелую вертиллерию в виде вот этого вот болгарки вот этой и вот такого шлифователя. Болгарку я не рискнула брать. А вот шлифователем я вот эту, в принципе, стену вот так вот и отшлифовала. Но подняла такой слой пылищи. У меня здесь, конечно, есть респиратор. Подняла очень большой слой пыли. И помешала девочке, которая работает по соседству. И, в общем, прекратила сама, надышалась, конечно. В общем, вот такая вот эта комната. Здесь у меня планируется будет стоять мой рабочий столик небольшой. Здесь вот так вот поставить планирую стеллаж. Здесь я размещу кресло, кресло-столик. На окно повешу шторки. Там, кстати, есть балкончик. Вот же я. Мы на первом этаже находимся. Здесь, кстати, очень тепло. На улице сегодня очень холодно. Шторки у меня уже куплены. Здесь будет стоять кушеточка. Вот такой вот у меня будет кабинетик. А тут есть сбоку такой, типа, гардеробчик без двери. Дверь есть на балконе, но мы что-то думаем, наверное, какую-нибудь другую сделать. Вот такой вот это хозяйская. Ну, этот стеллажик, вешалка. Вот, посмотрите, как принесла пылесос. Сюда даже вот пыль залетела. Пыталась занавесить, когда работала. Все, у меня сегодня от балла пришла. Ну, в общем, вот такой вот планируется у меня будет кабинет. Здесь вот такие вот некрасивые розетки. Ну, вот. Познакомила вас с тем местом, где я планирую работать. Решилась все-таки. Последнее время ко мне много людей обращалось за помощью. Или просто спрашивали, Ирина, почему ты даже не преподаешь, даже не практикуешь. И что-то так много было в последнее время запросов, что я решилась. И я открываю свой кабинет. Вот. Я сегодня жду, скоро буквально с минуты на минуту придут женщины, которые занимаются ремонтами. Они посмотрят, обсчитают, потому что я поняла, что силами одной я буду долго возиться. Особенно вот эта стена. Если бы не эта стена, я бы уже, в принципе, давно загрунтовала, покрасила и радовалась бы жизни. Обставляла бы коридор, не коридор, а кабинет. Обставляла бы кабинет. А, вот, кстати, от предыдущей, вот, кто арендовал это место, видите, дыры на потолке остались. Вот эти вот кривые стены. И еще была снята входная дверь. То есть я сейчас фактически без двери. Мне обещают ее поставить, либо уже сама буду своими силами ставить. Но без двери, конечно, не дело. Вот, как-то так. Показала вам свое будущее место. Ну, тут. Это вообще трехкомнатная квартира, под неживое сделанное. Здесь есть еще у меня коридор. На правой работе девочка делает ногти, на лево делает девочка ресницы. Ногти. Ну, и там вот кухня, туалет, ванна. Вот, и мой, получается, кабинет сразу у двери. Так что, когда закончу ремонт, ласково просим. Как говорится, welcome. Сегодня день рождения у Марины, вот, которая ногти делает справа от меня. Я вот купила и шоколадку, думала, ее застану. Она вроде утро собиралась прийти. Но ее нет, как думаете? Вот, мне лучше ее подсунуть под дверь. Это будет приятно. Открываешь дверь, а там шоколад. Но с другой стороны шоколадка, валяющаяся на полу, это что-то не то. Я вот не знаю, как быть. Вот так не воткнешь. На что-нибудь привязать и положить. Упадет же. В общем, думаю, как сделать сюрприз. Мыло, что приятно. Решила побаловать девочку свою. Задобрить, так сказать, за то, что я напрягаю со своим ремонтом. Вот и не знаю, как это сделать. Ребята, я засекла редкого для наших краев черного дятла. Он сейчас далеко, но, к счастью, у меня сегодня с собой камера. Вот, сейчас попробую подойти ближе. Но я недавно писала в своем влоге, что видела его. Вот сегодня опять мне посчастливилось. Но уже я с техникой. Вот он какой интересный. Сейчас подойду поближе. Может, получится взять его более четко. Пока я шла, этот чертенок залез еще выше. На дерево. Улетел. Когда я его первый раз увидела, я подумала, что это ворона. Но присмотревшись ближе, увидела, что странный глазик у него. И красный маленький хохолотчик наверху. Вот это наш сейчас лес. Я иду домой. Помыла там на стройке полы. Вечером вернусь, буду домывать. И нужно будет купить там шпатлевку, еще краски, различные материалы, которые мне сказали купить. И к вечеру жду. Мне скажут сумму, сколько за ремонт. И могут уже завтра, в принципе, начать, если я подготовлю помещение. Вот, уже потеплело. С утра было очень холодно. Почти минус 30. Прям очень холодно. Сейчас я иду, вроде как потеплело. А вот и наше озеро. Кстати, это мой первый лиф в этом году. Поэтому я вас поздравляю еще раз с наступившим 2023 годом. Рождеством. И вот буквально скоро будет Старый Новый Год, с которым я вас тоже поздравляю. Холодно все-таки на улице. Морозненько. Ну и хочу вам показать. Вот у меня скоро зацветет орхидейка. Четыре цветочка сформировалось бутончика. Вот жду. Когда же, когда же. Стрелочка, конечно, небольшая и цветочков маловато. Но все равно очень приятно. У меня никогда еще не цвела и не было никогда орхидеи. Ну, только вот то, что было подарено уже с цветочками она же. Ну, а моя розочка растет вверх. Бутончиков больше не дает. Ну, по крайней мере, растет, что приятно. Единственное, один из кустиков, он почему-то не растет и почек не дает. Но вот стоит и как будто бы чернеет немножко, не знаю. Выживет, не выживет. Уже пора, наверное, пересадить в лечузовский горшок. Ну, и из нового Димыч мне подарил на Новый год вот такие вот часики. Немножко было непривычно, но уже, в принципе, привыкла. Измеряют и сон, и ритм, и кислород, в смысле сердцебиение. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Приходите ко мне в телеграм-канал, узнавать мои новости, общаться со мной. И также приглашаю вас на телеграм-канал, где я читаю каждый день вам новую часть какой-нибудь интересной книжки. Увидимся. С вами была Ирина. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»